покажу да как все все в идеале собрано новое уазовский мотор 417 до 1 2 до 3 выхода на показывал я уже эту буханку от смарта сиденье да ну хватит на не хватит но дрюха катался говорит четко едет четко едет ковролин все еще раз здесь тут и плафончики и мультимедиа красиво все новый вакуум слышишь как она работает и запах в салоне вроде вчера сделали машину это на газу или нет еще раз делать как тихо стало опустили слыша как двери закрывать ручек нет закопать так а зимой открывать открывать где микросхема зачем тормоза у нас получились или нет а это ты меня посадил тормоза испытывать безопасности макс безопасности принципе осторожно там боева очень дорогая иномарка в нем вроде родился ух ты классно да ух ты ты что совсем другая история вакуум дырявый был да да смотри ты сонник его еще airbag не поставили да вообще другой поставил но этот прикольно смахты а чего усилителя сзади сзади бмв андрюха с тридцать восьмого кузова а с тридцать восьмого с тридцать восьмого рулевой редуктор да знакомая машина ого тут разложились а это совершенно другой автомобиль это же не просто таблетка о вентилятор включился да ну да мы же постояли на месте выключился не просто таблетка да сейчас ты ход ее поймешь и все тебе станет ясно ты же еще ход не понял ну тут да пока сильно мягко на пробку да сейчас вы все поймете пацаны вы не понимаете что я сделал сейчас вам все будет ясно что куда-то много не было фильмов ты шо мы тут с этими рессорами и амортизаторами я с ними игрался нормально ух ты лучше да стало да ты что они просто есть так а все дисковые тормоза да да дисковые тормоза да я и хотел чтобы тормоза были и ракета но этой машине не хватало тормозов да ты что смотри короче шоу новую так пошел оффроуд ты понимаешь как она едет это специальный полигон для нее не ну это я тебе показываю как работает ходовая ну не так как короче у козлячьих машин ты понимаешь где ты видишь да это мы сидим на колесе слышишь да да зеленая мечта так не работает ну там чуть-чуть касаешься что-то касается чуть-чуть потом мы поменяем ой это скорость уже 5 передач 5 передач 5 передач корейская или что да 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 ну чуть-чуть надо привыкнуть на нее ну понятно газ надо настроить чтобы лучше тюрьму потому что на бензине она едет на 30 лучше надо регулировать еще надо убить день на нее ты же не каждый день приезжаешь если бы ты каждый день приезжаешь то уже бы отрегулировали конечно так это из-за меня проблемы конечно уже бы хозяин бы ездил бы давно ну тормоза тебя радуют я понял вообще ты что такого не было а спидометр работает спидометр электронный приедет завтра вообще бомба как электронный или стахометром да с датчиком холод вообще ну прямячок вот ветер не тянет видишь так как тянет на бензине аж подпрыгну лучше да намного да ну тоже есть а что температура 80 сантиметров Вот четвертая, видишь? Да. И вот пятая. Что если едешь? 10 литров на 100. Максимум. Да? Вот мост, я его слышу, подбывает. Да нет, ну для нее вообще тишина идеальная. Не знаю, как там на камеру слышно. Посмотри, как она глотает яблоко. Понимаешь? Это мы на колесе сидим? Нету козла, да. Это мы на колесе, глотает очень четко, довольно-таки. Видишь? Да. На ней можно ездить и не уставать. Очень исключен. Ну да. Очень не включается, как прививковой машины. Это важный момент. Да. Управляемость за счет гидравлики очень приятная. А что тут за раздатка? Родная. Какая СССР-овская, ты говорил вроде, да? Да, да, да. Ну да, газ или забеднен, да? Что-то он не хватает ему. Кстати, ты в прошлый раз, когда снимал, то не было, говорят, скажи, чехла вот там на рулевом. Видишь, уже стоит. Стоит, да. Ты еще говорил, что там такое. Холл снимешь, когда вылезешь. Когда... Да нет, когда педикюр сделаешь, тогда снимем чехол. Я выйду, потом снимем. Розочка, да? Все как положено. Розочка какая-то, чем мы нашли в селе, во дворе. А тут не было ничего. Я привезу розочку. У меня у деда, похоже, было. Не, у него коралл такой был. На тройке потом. Тормоза, блин, вообще. В восторге? В восторге. Крайслер. Хороший Крайслер? Нет? Без понятия. Я не обращаю сейчас внимание. Я сейчас прусь от этого. Смотрите, сколько счастья. Да, ты, ну, посмотри, управляемость вообще. Раньше сходишься в УАЗике, ты уже на войне. А сейчас сидишь, как в нормальной машине. Как белый человек, да? Так, осторожно, тут БМВ. Собирал, для этого у меня же нет такой машины. Я говорю, ты ее... Это что, бретон, у которого раньше не крутился руль. То есть манера езды была совершенно другая. Что, видно все? Зеркала тут тоже взрослые. Там бутыра есть. Мне нравится. Четко на колесе посадочка. А закрывается. Да, приятно получилось. Так с лебедкой еще мягче ход? Чуть-чуть, нет, ее почти не чувствуешь. Говорит, моторчик есть. Для антифриза. Вот такой стоит еще? Да. Так и тут маленькие шланги, или нет? Тут такие шланги, тут по 3 метра струя. Нормально, эти шланги. Хватает, да? Да. Жужжит. Жужжит, да? Да, ну нафиг. Как это такое? Вот так. Да ну не ходи. Хочешь попробовать? Нет. Так это, наверное, это. Это монтаж, наверное. Ты чё включил? Ну живой водитель, нет? Водитель живой? Водитель живой? Это в натуре такое творится? Я не знаю. А ну давай еще раз. Я подумал, сейчас там. Я же подумал, сейчас там. Ну живой водитель, не ты живой? Не, ну это написано, водитель живой только обосрался. Ха-ха-ха, да? Что там пишут? Ну никто не может опровергнуть по-нормальному. А, ничего себе. О, варитый. Аварийка есть? Ого, светит. Да, линзы. Да. Как в Майбахе. Такой, наверное, для пары дорожных садовлений. Посмотри внимательно. Эсперт полез под УАЗ. В белой футболке, как обычно, в белых кроссовках. Висит очень прикольно. Где-то что-то как это. Игорь. Игорь сказал, что-то где-то касается. Ну это другой вопрос. А подушки двигателя? С трубой нормально, да? С трубой, Макс. Да, зажатый. Их чуть... Их шплинтов нету. Каких? Нету шплинтов на подушках. А, пережатый, то есть, да? Ну, пережатый, и оно открутится, и потеряется. Я понял. Не видел? Ресиверы, смотри. Ни хрена себе. А, да, Андрюха. Андрюха, а что это за ресиверы? Не жиренько. А внутри компли, я сам в машине, и будет брошена магистраль, в машине сжатым воздухом. Вот, для того, чтобы можно было накачивать днём бродократы, у нас уже пришли подушки. Все разобрано. Так, у вас потихоньку движется, сзади чулок в Патриоте, новый. Ну, еще работы много. Вал точится. Видео. Эксперт, еще внимание. Так, у всех, наверное, 3000. А, нет, у Эммок только 300. Сколько он секунд, и сколько он сможет разогнаться? Вот. Какой-то знакомый голод. Попробуем, как уставляется наш X5. Эмка. Это Андрюха тестирует. После ремонта ты тестировал? Ну, что-то делали, да. После ТО? И хозяин сказал проверим. Что такое 2D? Вторая передача. Блин, ты сосредоточен не на том. Да сейчас, подожди, это не то видео. Это как? Вот это. Как не то? Это же мы пока тронулись, блин, а не бегать перед машиной. Давай сначала все. Да включай же, как едет. Сою и начинай сначала. Или ты порежешь какого-то. Порежу я потом. За 300 на спидовик. Сейчас покажу. Да это уже было. И поехали. Ого, отсечка там 6500. Сою и так далее. Видишь, какая динамика плохая. 200. Это на Вариспольск? На 7500 даже чуть позже оно там отсечет. машу до x5 за 53 камера не успевают жарку сироука и вас остановится ни хера себе да аэроскоприки нет аэс как она от него уезжает как будто в обратную сторону ехал новый суппорт получился все перебрали покрасить не покрасили тоже в полимере в печку не облазит держится если качество сделано никогда не нагреется до 370 градусов ну да все в полимере гулаки тоже чтобы не были страшными да вот такой андрюхи ассортимент автомобилей на сегодня закончили максу рассказал что нужно сделать что проверить что поменять первую очередь местами чтоб не тратить деньги на неизвестно что ну найти причину и тогда можно будет разобраться такой вот у него ассортимент машин там еще куча фотографий очень много там чайка в 12 делали они когда-то и попрошу может фотографии чтобы сбросил покажу вам и макларен и феррари в общем серьезный боец домой вернуться не просто сейчас пик в общем всем пока до встречи подписывайтесь делитесь комментарии напишите что понравилось мы будем домой пробираться